Всем привет дорогие друзья, вы на канале Ленхасл и сегодня наконец-таки завершается первый раунд, подведу его итоги и расскажу свои наблюдения и дам некоторые советы по турниру, что я заметил, ну и вообще обсудим все что произошло в надпикселе за последние дни. В этот ролик видите в 12 часов, именно в 12, 2 декабря заканчивается первый раунд, а следующий, о кстати, как раз таки применили Таноса, его тоже обсудим, как раз таки в 12 часов и заканчивается первый тур, а второй начинается, насколько я помню, в 15, да, в 15. Вот пока Танос, давайте быстренько как раз израсходую свою энергию и расскажу как раз таки, почему такой был шаблон выбирать небольшой ошибкой, но тем не менее, конечно же в топ я не попал и сейчас обсудим почему. Итак, смотрите, мы в прошлый раз выбирали шаблон на основе того, что надо точно проходить, в итоге шаблон на 37 месте, а мог быть даже в топ 450 и все равно вы выигрывали. Я использовал 7 перезарядок и все равно только на 625 месте, то есть до того, чтобы зайти в призы мне надо было правильно закрасить еще 141 пиксель, при этом у нас в беседе были люди, которые выбрали шаблон там, например, с 400 места и они находятся, вот, например, смотри, человек не донатил, он находится на 17 месте, это очень хорошая награда, давайте даже посмотрим какая, сейчас, о, еще раз Таноса применили, значит, какая это награда, сейчас вот здесь вот это смотрится, то есть надо нажать, зайти в раздел турнира и посмотреть, значит, ну видите, почему-то с ПК, а нет, можно эту кнопку кликнуть, то есть вот он получит, по сути, там, 150 или 80 тысяч, но это же очень круто, то есть просто, хотя без доната, и смотрите, в чем будет суть, в своем канале, вот он, телега, обязательно на него подписывайтесь, потому что там я выложу шаблон идеальный, который мы найдем, то есть мы найдем шаблон не очень популярный, но тот, который точно пройдет следующий этап, также он будет, конечно же, в закрепи чата, потому что главная проблема, как оказалось, была в первом туре такая, мы навыбирали, и как и многие люди, навыбирали шаблоны с заделом на то, чтобы он точно выиграл, ну, для того, чтобы получить шанс на награду, потому что ведь вторая часть шаблонов, она не получает награду, которая вошла в вторую половину ниже 512 места, ну, каждый раз на два будет делиться, и, соответственно, все выбирали там топ-50, топ-100 шаблонов, но там очень высокая конкуренция, за счет этого они, кстати, и выигрывают, по сути, то есть нужно держать было четкий баланс между тем, чтобы шаблон был популярен и выиграл, и между тем, чтобы он был не очень популярен, чтобы там легко входить вот в этот 120 игроков, которые получают награду, то есть без доната это возможно, и причем более чем, то есть если вы выходили где-то в 200, 200, 300, 400 места, то вы бы просто спокойно, прямо легчайшим образом проходили бы, но, к сожалению, мы выбрали неправильный шаблон, в этот раз, разумеется, у нас будет нормальный такой ресерч, то есть исследование, и к тому же не только я его буду делать, а вот в беседе многие люди, обязательно там смотрите, что кто выбирает, просите ссылку в ЛС скинуть, то есть не обязательно брать именно шаблон, который будет у нас в закрепе, просто общайтесь с людьми, и в нашей беседе это, конечно же, все возможно. Также напоминаю, что у нас есть бот, где можно купить рефералов на абсолютно все игры, ссылка на него также будет в описании. Но опять же, в телеге выкладываю всю полезную инфу по NotPixel, вот, кстати, например, вот статистика, как лучше и выгоднее и эффективнее всего донатить в NotPixel, если вы, конечно, собираетесь. Как выяснилось, посчитали, самый эффективный донат это в Мейджоре, то есть в токенах Мейджор это дешевле всего выходит донат, ну а самый дорогой это, конечно же, вот в этом токене Анон или в Старсах, то есть, по сути, в полтора раза больше переплачиваете, хотя покупаете одно и то же. Ну, значит, что еще? Почему-то некоторые люди не понимают, что несмотря на то, что здесь довольно сложно, окей, войти в топ игроков, например, если вы нечаянно жесткий шаблон, который там в топ-20, топ-30, топ-50 входит, то все равно можно добить до аэродропа вот эти 100 тысяч, которые минимальны. То есть, как это сделать? Друзья, просто закрашивайте правильно и все, за каждую правильную закраску вам на баланс начисляется плюс 4, как вы видите. То есть, это никуда не дели, почему-то некоторые думают, что только дается плюс 1 вот этот поинт. Если что, вот смотрите, вы видели, сначала мне засчитало, а сейчас нет, потому что их просто засчитывает почву. Вот видите, сейчас не засчитало. Пройдет 10-15 минут и все это зачислят на баланс. То есть, я в этом уже убеждался, мы вчера в беседе уже спорили насчет этого и выяснили, что все потом засчитывает со временем. Ну, что сказать? Разумеется, донатеры здесь на коне, потому что те, кто закупили на скидках перезарядки или же просто копили их в чек-инах, они могут вообще легко заходить там в топ-16 даже в своем непопулярном шаблоне. То есть, если было заранее подготовиться и все подрасчитать, то это реально отличный турнир, это отличная возможность прямо много набить. И даже создатели, каждый создатель шаблона получает 600 тысяч просто за то, что он закинул картинку. Ну, мою, к сожалению, не приняли, точнее ее даже не рассмотрели, то есть она просто висела на ревью. Хотя я вот, насколько помню, я кидал вот такого Сквидварда, вот один в один, то есть вот буквально это он, но это не мой. То есть у меня было просто написано он ревью, но в итоге его не приняли. Хотя, а вдруг это реально мой, и я просто не увидел, что его приняли и получу 600 тысяч. Ну, а я, конечно же, удивлюсь, очень сильно в телеге выложу. Ну, вот я прям точно помню, я кидал вот именно этого Сквидварда, я нашел какую-то такую же фотку и там прогнал ее через вот этот сервис для пикселизации картинок. Ну, в общем, советы такие, давайте еще раз по порядку. А, ставьте пиксели, то есть важно качество этих пикселей, а не их количество. То есть если вы будете просто постоянно плюс ноль, плюс ноль, плюс ноль, это вообще бред. Лучше просто оп, аккуратненько закрасили, плюс один получили, и вот здесь вы можете отслеживать, сколько вам пикселей правильно поставленных нужно для того, чтобы войти хотя бы в топ-120. И в мелких шаблонах это реально легко. У нас люди в беседе входят там в топ-50, топ-60 без какого-либо вообще, без единой перезарядки. То есть просто заходят раз в несколько часов и закрашивают правильные пиксели. Потому что вот посмотрите, как наша выглядит, просто идеально, или вот сосед наш, или вот этот, просто все идеально. И есть шаблоны, которые вообще просто уничтожены, то есть их после Таноса даже никто не перекрашивает. То есть вот смотрите, вот этот шаблон, он точно пройдет в следующий этап, но при этом он почти не закрашен. То есть он почти не закрашен, это вот где-то 400 место. Он вообще почти не закрашен, тут легко набивать эти поинты. Поэтому вот такой шаблон мы и найдем в нашей телеге. Всем большое спасибо за просмотр, подпишитесь на канал, если вам не жалко. Всем спасибо, всем пока.